всех приветствую дорогие друзья подписчики канала jay games с вами отжая и так решил все-таки я снова опять попробовать начать проходить сталкер хвост альфа первый раз у меня что-то вообще совершенно не получалось и играть как-то было непонятно сложно муторно сейчас попробую записать первую часть прохождения порядка 30 минут там уже попробуем качестве стрима если опять кто нибудь смотри так да 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 фонарь как обычно разряжается подойдем побазарим ксеновичу так тут что-то него не слышно дима нашли тебя среди на уроках в живых остался только ты а сам им повезло не дышит я ни черта не знаю что еще за грузовик смертен и почему нужен такой короче вечер я тебя спас и благородство играть не буду выполнишь ты меня пару заданий заодно посмотрим как быстро у тебя башка после амнезии произойдет а по твоим теме постараюсь разузнать если хочешь убить значит есть за что так сейчас слушай меня внимательно я не знаю через что ты пошел и кто ты такой если сейчас поможешь мне помогут есть понимаю конечно так и что нам нужно одежда найти старика никого тебе нет ладно кстати есть сидор очень лично я торговец в этом районе а теперь я буду мечтать все равно своими так что убираю давай как с конечно конечно так взять снаряжение из ящика это конечно предельно могли бы сразу сидоровича дать сам бы торговец могла так ну что так вот оно первое задание которое как и рассказывали мне ветераны и фанаты этого сталкера с первой части очень много голов по вырезанному вот оно самое первое квест найти артефакт вот оно самое первое квест найти артефакт так ну что выходим на поверхность за удобно уходим да инвентарь что у нас из инвентаря только пистолет макарова с восьми патронами очень а здесь же надо повесить на пояс вешать на пояс здесь же не все просто так все густо заселено этой травой а что чуваки такие так волк привет здесь хоть локация более-менее покрасочная меня там посоветовали в сталкер фотограф проверять там какие-то локации скудные просто так а мне интересует как же взять обособление а 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 то есть он сам будет тут черепить будь очень осторожен вблизи аномалий как только слышишь сигнал детектора Бери болт и кидай перед собой. Теперь иди и принеси мне тот артефакт. Артефакт взяли, несем Сидоровичем. Так, тут хрена вот эти батарейки. Чтобы фонарем не попользуешься, как обычно. Что вы притащили? То, что я говорил. Кажется, я нашел. Что-то искал. Так, очень хорошо. Понимаешь, большинство бы убежало с добычей, а я бы ковал тут с кровососами. Теперь я вижу, что тебе можно доверять. Кстати, один из моих связных в городе в опасности наверняка военные его засекли. Буду благодарен, что ты ему поможешь. Флешку у него с собой, а нам нужна информация. Я не могу допустить, что она пыталась живы, руки. Так, хорошо, скажу, проверю, но полный услуг за условиями. Да-да-да, ты поторопейся. Я так понимаю, нам нужно к военному на блокпассу. Удачной охоты, сталкер. Так, в этих домах. Забрать флеш-диск. Соберем. Какая-то хренатень растет. Так-то все сделано красиво, все... Я не спорю, блин. Только немного муторно и геморно наделали, очень тяжело. Я вообще помню, искал тайник стрелка, это вообще капец. В интернете лазил, искал, еле нашел. Оказывается, нужно подняться на какую-то каталку, блин. И там, в пенсионной шахте находится тайник. Это как-то надо было додуматься. Что-то трендец. Надо купостам, но еще и не дошли. Черепа. Ладно, используем фонарь, что тут? Ихана и так не видно. Да, только чувак мертв. Ввести флешку торговцы. Холеганы-сталкеры. Так, у нас идет уже запись порядка десяти минут, осталось еще двадцать минут, еще двадцать минут, нужно, а больше чего-нибудь успеть-то, наверное. Я люблю его, правда, как по лауте. Перескакивать с места на место можно. Чтобы вот эти вот хождение убрать. Хабар принес. Так, твой связной мертв. Я нашел флешку. Так, а нам не нужно мертвец, там только один был, да, только одно тело. Тогда у меня для тебя еще работают. И второй парень, наверное, он на фабрике на холмах, но еще точно видел с далека, вроде мере. Там бандитов полно, так что явно не жилец. Но мне и вещи, и гоя нужны, и уголовников, чтобы там больше не было. Говори с волком, он может дать несколько своих ребят на такое задание. Хорошо, пойду по базам, с волком. Удачные охоты, сталкер. Вот он, волк, да? Сидорыч говорит, что ты можешь помочь справиться с монетами на фабрике. Есть информация и координаты. Тебе помогут. То, ну, уху. А ночков пару не дашь, раз такое дело. Петруха своими бойцами ждет, может тебе помочь. Они уже до недели требуются пойти и зачистить этих гадов. Больше никого дать не могу. Так что дело туго. Военные эти сволочи следят за нами во все глаза. Получу возможность, чтобы он вводит лагерь и перебьет нас. Давай так, если убьешь этих бандитов, дам тебе большую награду лично от себя. Как ты такой, хорошо, пойду к твоей... Сминитая фраза, бля. Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Хорошо, волк, присылай. Только пусть не мельтешит здесь. Конец святой. Так, ну теперь бежим туда, как обычно. Так, что у нас? Пешеный пёс. Наёмник. Налик. Кабан. Шар, кровь, камни, артефакты. Да, конечно, тоже идейно подсунуть, повесить патроны на пояс. Но это постоянно даже будет геморройно. В плане того, что во время перестрелок, где большая перестрелка идёт, а не хватает потом будет. Совершенно неудобно. Да, ну как же сталкер без... Не знаю. Без этого и сталкер, блядь, не сталкер. Давайте, давайте. Играя. Сама по себе глючная, блядь. Так, кто тут босс стыплен? Так, привет, волк уже сообщил тебе. Есть вопросы, да сколько бандитов в лагере? Пять или шесть? Большинство сидит внутри в основном здания. Но я думаю, что... Кто-то патрулирует ход с севера. Ну что, начнём? Вот это как мы подому помазал. Мужики, тут волк прислал нам подмогу. И приказ атаковать. Так что вперёд, геройствовать. Атаковать бандитов. Здесь, соответственно, уже и свалка всё по-другому. И свалка, а этот... Как он тут назывался? Лагерь этот. Всё по-другому будет. Мы начали думать, что ты сгинул в аномалии, бёс. Признаюсь, я разочарован. Я не доставлю тебе такой радости. В любом случае. Товар у тебя? Да, вот здесь. У меня от него кровь стынет в жилах. Так что держи его в контейнере. Ты доставишь его клиенту, как мы договаривались. И наш контакт заплатит тебе, когда мы получим подтверждение. Вопросы? Нет. Учитывая клиента, я буду быстр. Он нетерпелив, как бешеный пёс. Интересно, что бы он сказал, услышав это от тебя? Оставим подробностей. До встречи. Что за? У него что, нас уже спалили. Держи гранату! Дови, бедрила! Фига тут перестрелки, ребята. Вот чего? Куда он стреляет-то, блядь? Сейчас еще убьют тут, нафиг. Там с пулеметом чуть ли, блядь, нифига что ли. Ебаны, папуасы. Ладно, ничего страшного. Будем дальше побывать. Сейчас опять же в эту заставку смотреть. Не пропустить ее никак, блядь. Что ты сгинул в аномалии. Да я уже знаю, я понял, тоже зачем он. Я не доставлю тебе такой радости. В любом случае. Товар у тебя? Да, вот здесь. У меня от него кровь стынет жила, так что держи его в контейнере. Ты доставишь его клиенту, как мы договаривались. И наш контакт заплатит тебе, когда мы получим подтверждение. Вопросы? Нет. Учитывая клиента, я буду быстр. Он нетерпелив, как бешеный пес. Интересно, что бы он сказал, услышав это от тебя? Оставим подробности. До встречи. Что за... Ну? Время натирания занято. Пошли, ничего не пошли. Упал, гад. Хорошо приложил, гада. Пошла пора. Отвольняй. Войди. Не разу ли меня, пацаны. Вот тоже. Почему... Ой-ё. Только расслабился. Хэдшотов нету, бля. Вроде бы стреляешь ему в голову, нафиг. А он нифига. Давай сюда всё, что у тебя есть, нафиг. Да. Ещё это надо на пояс повесить, то на пояс повесить. Ладно, пока сохранимся. Прижми его к земле. Не давай высунуться. Так, там чувак был с пулемётом. Всё. Ушёл. Ну какие вы, ребята, молодцы. Всех сами завалили, считай. Кто там бежит-то, бля? Спасите! Да, аптечку держи, бля. Да, придётся экономить эти фонари. Так, ну и куда нам вообще? Что здесь? Чего здесь, бля? Показать то ли вниз куда-то идти надо. Поле хрен пойми, куда, бля. Вот разбирайся тут, нафиг. Там было всё просто изначально, бля. Так, да, да. Там было всё. Там было всё. Полётный слог оценивать, 2020. Полётный слог. а попробуем повыше подняться ага чего лежит отдыхает верно нам к нему на так славик бык позариться волком теперь так черт у нас тут радиация как не кстати я нас водочка я бы водочки чтобы выпить да ладно побежал что у нас вообще в инвентаре имеется фонарь 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 нам батарейки из этого фонаря здесь с с с с с с с с с Продолжение следует... Тьфу, блядь, к волку надо подойти, я всё к Сидоровичу пикал. Ладно, ладно, ничего страшного. Будем проходить, стараться. Так, мы убили всех бандитов. Так, отлично, работа, уже наслышан, извините, что не оценил тебя, дружище. Вот, держи, печеное. Теперь под обостройство на фабрике и проследуй, чтобы бандиты больше не возвращались. Так, убивайте нас, атефакты. Читаю, что я тут даже... Так, нам дали аптечки, считаю, что только два бента, антикционные препараты, минеральная водичка и так далее. Хорошо, до встречи. Так, а ты вообще торгуешь перчиками? Тебе фонари продать эти, нафиг? Стоп. А, зачем им продают? Это ж можно... Потом его сюда же одеть и все, и ходить. Ёбда, чё я парюсь? Не-не-не, я тебе продавать это не буду, извиняюсь. Всё. Не обязательно прям батарейки, можно сам панель. Нет. Так, второй связной, мёртв. Я нашел у него артефакт. КПК. Так. Так, КПК связной, вот так получено консерву, завтра туристы и штуки, консервюр на подгрузы. Так. Вот он, родимый, из-за этого артефакта заказчик уже не начал. А счёт КПК это только для моих воспутных глаз. А, да, мечный, как у тебя в Литриме обсудил ещё кое-что так. Скажи, что там хотя бы. Так, если вот... Так, если так уж почернуть, то что одно дельце, требующее деликатного обращения. Интересно, правда, давай. Один из моих связных... Опять-таки, не связные у него. Так, один из моих связных вляпался. Лисовый зал. Может, ты его видел раньше. Если, значит, его зачем-то заложники взяли из греха. Но эти люди выглядят как замки. Только ещё хуже. Говорят, пьют. Ай, едят, пьют, что похуже. Пусты ходят. Как нормальные люди. Но только с этого у них какой-то лютой. Жуткая вещь. Даже для ветеранов. Сходи узнать, что им надо. Да, смотри, артефакт не получи. Да, смотри, артефакт не получи. Когда их увидишь. А, инфаркт, ёпт, артефакт. Что-то совсем уже. Так, посмотрим, получится у меня. Да, самому интересно. Ну вот. Давайте тогда в следующей части ещё позаписываю. А потом уже немножко подготовлюсь и попробую в формате стрима. Ладно, друзья. Кому понравилось поставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на канал. Вступайте в уроку в Одноклассников и ВКонтакте. Всем удачи. Пока.